Привет всем! Я очень люблю крем-суп. Разные виды, но один из моих любимых это именно крем-супы сырные. И тем более погода, знаете, уже холодная, хочется с чем-то согреть, согреть нашу душу, поэтому сегодня я вам покажу как я его готовлю. Я надеюсь вам понравится рецепт, поэтому ставьте лайки и досмотрите данное видео до конца. Погнали! Для нашего супа я буду использовать тоже гуанчали, поэтому я сейчас его отправлю в кастрюлю без масла, потому что достаточно оно жирное. Вот посмотрите сколько жира здесь есть, нам хватает. И отправляем нашу гуанчали, чтобы оно начало топиться, жир и жариться, потому что нам нужно вот такие шкварки, чтобы когда мы кушали суп, они как бы были другой консистенции и аж хрустели. Поэтому отправляем уже на нашу плиту и будем делать дальше подготовку к нашим овощам. Для нашего блюда мы будем использовать картошку и морковку. Картошку нам даст плотность, а морковка нам даст чуть-чуть такой знаете типа оранжевый цвет. Точнее морковку мы будем чуть-чуть исползать, она добавит какая-то сладость и нам больше по крайней мере нужно именно из-за цвета. И вычешаем наши овощи. Наш бекон уже готов и сейчас покажу какие шкварочки у нас получились. Вот смотрите какой цвет у них есть, золотистый золотистый и сколько жира сейчас я вам покажу. Здесь у меня растопился. Но этот жир нам очень нужен, потому что вот в него все вкусы, все ароматы нашего бекона. Ну не бекона, а гуанчали. И сейчас покажу на камере сколько здесь масла просто. А это масло нам нужно, так как мы будем, это оставляем в сторону. Оно нам чуть позже понадобится. И на это масло мы будем обжаривать наши овощи. Я взяла лук, обычный репчатый лук. Мы его нарежем на мелкие-мелкие кусочки. Лук готов уже. Берем морковь. Вот этот кончик я отрезаю. И на вот такая морковка, где-то вот какой размер соотношения моих пальчиков, у меня пальчики-сосисочки. Я беру где-то половинка и тоже нарезаю на вот такие шайбы. Это все мы потом будем через блендер пропускать. Нам просто нужно их сейчас обжарить. И картошку тоже я вот так на какие-то кубики безразлично, какой размер, тоже вот так нарезаю. Буквально пару минут мы это все обжарим. И после этого мы сделаем офигеннейший просто бульон. Ну потому что на обычной воде это будет, ну, невкусно, скажем так. А с приправами это получится просто шикарнейше. Так, вот в кастрюльку мы это все отправляем. Наши овощи обжаривались где-то 2-3 минуты. Лук уже начал подавать свой запах. И морковь, кстати. И сейчас я вам покажу, как у меня выглядит картошка. Вот видите, вот такие мелкие-мелкие пригаринки уже есть. Значит, она уже готова. И мы можем уже заливать наши овощи водой. Я буду делать одну хорошую большую порцию, поэтому мне где-то 400 мл воды с головой хватит. И на данном этапе я отправлю вот такие приправы. Это очень удобная штуковина. Сейчас я вам покажу, что это такое. Я первый раз вижу в жизни, но честно, это мега круто. Если у вас в магазине продается, покупайте смело. Это чайные пакетики, во которые уже собраны все специи. Здесь и лавруха, здесь и вечерний перец, и цибуля, и чеснок, и вот этот душистый перец. Все это вот так просто во фабуленчик, потом вы вытащили, и не нужно играться, по полчаса это все выбирать. Просто отправляйте и пусто там себя варить. Наш суп будет очень прикольный, потому что мы его не будем так скучно подавать, как всегда, в обычную супницу. Мы его сделаем в хлебушке, в смачный, вкусный натуральный хлебушек. Что мы делаем? Нам нужно вот эту верхнюю часть отрезать. Питайтесь ровно резать. Ну если у вас не получится, ну... Вот так разрезаем. Это у нас будет крышечка. Ой, не дорезала. Вот наша крышечка готова. Я просто приболела, у меня голос чуть-чуть вот так падает иногда, но я надеюсь, вы меня понимаете. И сейчас мы вот эту внутреннюю часть хлебушка нам нужно вытащить. Какая у нас супница получилась. Я все внутреннюю часть убрала. И если мы оставим хлеб в таком состоянии, какое сейчас вы видите, когда мы высыпем наш супчик, это все размокнет. И чтобы это не случилось, нам нужно сейчас смазать наш хлебушек с маслом и его отправить в духовку, чтобы получилась вот такая корочка, которая нам не позволит, чтобы жидкость промокла наш хлеб. Это, знаете, как бургер. Бургер тоже так обрабатывать, чтобы соус не намочил нашу булочку и он не размокл. То же самое мы и делаем. Поэтому наливаем себе маслечко и с кисточкой вот так начинаем это все смазывать. Крышку я не буду смазывать. Почему? Ну, потому что она будет как бы сверху, она не будет касаться никак с нашей жидкости. Ну, если вы все-таки хотите сделать такой более красивый вид нашей крышечки, вы тоже можете это все как бы намазать маслечкой и запеките. Наш буллем практически готов. А сейчас я отправляю хлебушек в наш бейбе в духовку. Ну, я ей отправлю крышечку тоже, чтобы она как минимум нагрелась буквально пару минут. А сейчас мы продолжаем делать наш суп. Для нашего супчика я взяла разные виды. У меня здесь плавленый, здесь чеддер, здесь какой-то другой сыр. Нидерландия написано. Не знаю, что это за сыр, но он твердый. И взяла вот тоже такой плавленый сыр. Берите хорошие сыры, которые вы знаете, проверяли, что они вкусные. Потому что наш суп должен быть мега вкусным. Ну, мы же не играемся просто так. Что мы делаем? Мы берем сырочек. Я взяла, кстати, чеддер, потому что у него вот, видите, вот такой, ну, какой цвет. Он более оранжевый, а это более белый. И чтобы сырный суп был классный на цвет, я его просто взяла. Он, конечно, не такой ароматный, но нам даст вот какая-то такая изюминка в супе. Ну, и морковка даст. Так, я думаю, что пока нам хватает чеддера. Я взяла раз, два, три, четыре, пять. Пять пластинки. Одна пластинка 10 грамм приблизительно, 10-11 грамм. То 50 грамм чеддера я взяла. Потом вот этот крем-сыр. Я его уже попробовала. Потому что когда мы были в Болгарии, я покупала он, знаете, ты его кушаешь, а на него как будто там крахмал. Ты чувствуешь на языке вот такие мелкие, крупенькие. Это было очень невкусно. Но я его нашла только в один магазин. Походу в Болгарии очень большая проблема с данным видом сыром. Вот такой сырочек мы берем. Это половинка. Здесь у меня 150 грамм, значит 75 грамм где-то возьмем. Возьмем мегли. Я его брала, потому что я переживала, что этот сыр может быть такой же, как в Болгарии, невкусный. А мегли уже проверенный сыр. Я знаю, что он вкусный, но надо подстраховаться, конечно. Я возьму мегли тоже где-то 4 штучки. Наш сыр уже чистенький, я его уже попробовала. Вот мегли попробовала, очень вкусный. И сейчас мы просто его отправляем в нашим будущем супе. До полного растворения. Он быстро растворится, поэтому не отходите далеко. Я, конечно, чеддер вот так по сторонам чуть-чуть сделала, чтобы не стало один комочек. И наш супер сыр. Я так переживала. Половинку где-то. И ждем, чтобы оно полностью просто растворилось. После этого я сделаю с блендером однородной консистенции и добавим наш твердый сыр. Твердый сыр я натираю просто на мелкую терочку, чтобы он быстрее просто расплавился. И добавляем наш натертый твердый сыр до полного растворения тоже. Ох, наш хлеб уже там уже готов практически. И наш супчик тоже готов. Буквально он делается очень быстро, минут 15-20 максимум. Все. Наш суп готов. Будем насыпать. Наш хлеб готов. Достаем. Тверденький у нас. Ой. Тверденький. И крышечку. Смотрите, как он внутри получился. Вот такой. Слышно? Слышно? Какой он хрустящий. Так, насыпаем. ДДа. Спасибо за просмотр. Играет твердое. Играет твердое. Ут tyranny. ЗарезINK. Играет твердое. Класс. Нажимаем дошницы. Так, basta grâce, зажим. Наш суп готов, и как по мне он просто получился великолепный, смотрите, какой он классный. Кстати, это авокадо-масло, ну, мне понравилось, как оно сочетается, это очень красиво, как по мне смотрится. Запах сыра просто на всю кухню. Давай его попробуем. Кстати, хлебушек, смотрите, тот тоже какой он получился, он очень хрустящий. И попробуем. Консистенция просто идеальная, она настолько кремовая, класс. С беконочком, сыр, бекон, класс просто, класс. Ребята, если вам нравятся сырные супы, если вы любите сам сыр, если вы любите бекон, если вы хотите что-то тепленькое, так, чтобы у вас душа согрелась, сердечко просто раскалилось на все 100 грамм суп, то сделайте данный рецепт. Я уверена, что он вас просто покорит, и вы больше других супы не будете делать, кроме этого. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и до новых встреч. Пока!